Настя сочиняет песни уже третий день и сама сидит их там поет. Она меня не слышит. Сочиняет уже песен пять, написала. И поет их там тихонечко сидит, пропевку делает. Главное сама стихи и музыку к ним сочиняет. Это Настеньку я попросила кусочек песенки спеть. Ну и молодец, Настя. Всем привет, ребята. В общем, я сегодня, представляете, решила подстричь волосы. Ну не просто подстричь, там сделать какую-то короткую стрижку или там еще подровнять кончики. Я хочу каскад. Действительно, я вообще знаю, что она сейчас очень модная, эта прическа. И я ее очень люблю. Я помню, что я под каскад стриглась. Мне было 14 лет. Она тоже была на тот момент модная такая, каскад. Мы ее называли молодежная прическа, но это каскад. И вот сегодня, я не знаю, что она меня нашла, но я сегодня опять захотела подстричь под этот каскад. Долго я собиралась, долго я думала, стоит, не стоит. Тем более, вы знаете, что я очень люблю длинные волосы. Я просто думаю, что длину мы не будем обрезать. Да, каскад, он же немножечко так снимается вверх, чулочка так делается. В общем, так немножечко посвежее, чтобы у меня был вид, лето, жарко. Ну и почему бы и нет. Волосы это такое, оно вот растет. Вот. И знаете, кто меня будет стричь? Сашенька. Да, Саша, с которой мы ходили на море. Александра. Я иду сейчас с Настюшкой к ней. И еще мне сегодня Саша написала, что у нас 2011 года парикмахер, поэтому у него огромный стаж, я считаю, для нее она молоденькая еще. Вот. Так что я очень рада. Сегодня у меня прекрасный день. Тибулы, я так обожаю, когда мне стригут волосы. Я не знаю, я давно их не стригла просто парикмахерски. Вот. И вообще давно не стригла, да, но там, ну, немножко там обрезала мне Полюша уже тут волос. Пол же длинный. А так, чтобы вот подстригли меня профессионалы, это, конечно, классно. Кто-то что-то стрижет, наткнулась туда. Я смотрю, что вот этот каскад, он сейчас очень модный. А интересно будет, красиво? Я раньше стригла давно. Как получится. Не, ну, он немножечко, во-первых, освежит. Да? Угу. Ну, сейчас еще и сама по себе лучше женский мастер. Мне как-то я акцент делала на женские стрижки. Оказалось, что мужчин ходит в 10 раз больше. Ммм, здорово. Ммм. Ммм, здорово. на денежку все ребятки в общем подстригла меня сашенька это чулочками теперь эти как кончики красиво закругляются уже такая вот солидная срежечка просто хорошо напишите кому нравится не очень нравится что вы делаете знаете знаете ребята где она спит она тут спит в будке будкой где будка луна будка твоя где будка здесь какая воспитанная боже воспитали наконец-то наконец-то куда ее не надо на кровать не надо на не залазит на кровать не даю давай 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 куда там пришли с прогулки вот она выгулялась она сходила в туалет полешь не ну давайте убирать ее все я не разрешаю действительно она уже на кровати не сидит поля давай там что получит она мне сейчас было место луна место луна место сейчас ребят ребятки решила я записать вечернее вам видео я не знаю любите вы когда с вами болтает мне очень в общем вот срежечка моя вот такая вот сегодняшняя у меня знаете волосы начали сектись поэтому я вот к такому даже не то что они не сектись неправильно я сказал а просто отламываться кусочками да потому что очень много было окрашивание у меня вот тут вот я вот на ощупь чувствую что они у меня живые да а вот здесь нет в общем сашенька сделала мне хорошо легко свободно все так здорово вот ну в общем тяжело такое видео с вами записать немножечко с вами поговорю чаек если разрешите вот хотела в общем я посоветовать некоторым из вас посмотреть канал у сережиного брата его зовут валерий есть канал я не рекламирую канал я просто хотела бы чтобы вы посмотрели может что-то подчеркнете подчеркнуть подчеркнете для себя что-то вот важное и в чем вы не можете разобраться подчеркнуть для себя правильно прожить выразиться хочется вот он разбирает библию да он ее разбирает в совершенстве не просто так вот как там есть некоторые вот там есть не разбирают а просто ведут какое-то собрание да тоже якобы разбирают но на самом деле там у них есть свои какие-то наклонности в ту или в другую сторону там а он действительно вот ее разбирает и очень интересно послушать да у сережи есть брат зовут его валерий он его старше на пять лет я как вам объяснить канал как называется зайдете ко мне вот семья под полтавой каналы вот на кого я подписана вы его найдете там во христе ли я называется канал во христе ли я просто там несколько четыре видео него всего иногда мы выпускал на просто для себя может кто-то что-то потерпнет вот интересно вот очень разбирает конечно он ее в идеале да да идеале я не побоюсь этого слова так как он занимается этим уже очень давно много-много лет на 15-20 лет занимается этим к нему тоже приходят люди и живет черкасс приходят люди слушают его кто соглашается с ним то не соглашаются разбирает он ее конечно очень хорошо поэтому заходите послушайте там он ведет как раз собрание по моему записывал это припом эфире него было видео с его собрание что еще могу сказать вот я спасибо конечно что вы меня поддерживаете мне очень приятно что есть люди которые под понимают что происходит не просто там вот некоторые а мы тут и ты будь тут или еще что-то не очень приятно что есть у меня очень очень хорошие люди мои подписчики вот вас немного да вот скажет там четыре с половиной тысячи но мне кажется это те люди которые вы действительно на меня подписались и не вот видят меня чувствуют меня уважают любят так-то в общем образно сказать поэтому я очень благодарна я решила завести дневник себе где он у меня есть так в общем ладно и буду писать дневник благодарности я так дома делала это очень удобно очень такая вот хорошая привычка привычка благодарности я его вела дома и детки мои тоже вели это очень делается просто я думаю что на платформе интернета вы находили такие вот видео про такие дневники дневники благодарности ведутся они очень просто легко и очень помогают исправить характер или черту в характере который она вам может быть не нравится и лишь другим людям не нравится вас поэтому попробуйте это очень просто вы благодарите вселенную там или бог кто как пишет все пишут по-разному да или вселенную благодарите или господа бога благодарите вот пишите прописывайте я там благодарю там всевышнего господа бога или там вселенную благодарю за то что так сегодня я проснулась сегодня я там кушала пила кофе улыбалась я видела мирное небо там да сегодня было хорошо в общем прописывайте все что вы чувствовали в течение вот этого дня благодарите благодарите людей которые встретились вам на пути и вам что-то вот они дали не в плане материальном как может быть кто-то подумает нет а в плане духовного да что-то там может подсказали какой-то совет дали дельный просто вот вы почерпнули что-то важное информацию какую-то для себя то есть вы прописываете и за все это благодарите вот это на страничке делаете не меньше десяти пунктов 10 где-то пунктов я так прописывала вот просто как приехала сюда я этим не занималась то есть этого не делала но он очень помогает помогает исправить свой характер черты характера и плюс помогает человеку а и потом вот уже в конце когда вы поблагодарили вы уже можете написать свое желание которое исполнится до просто вот в конце вы пишете вот о чем вы мечтаете но только не пишите я хочу так нельзя я хочу вы только должны написать что это желание у вас уже есть осуществилось то есть что вы хотите данный момент прописывайте что она уже есть я тот а я так то я имею тот а вот в основном кто-то что-то хочет там или купить или приобрести или что-то может другое это уже прописывайте и каждый день вот такой дневничок ведете записывайте на страничке что-то сами меняетесь мир вокруг вас тоже меняется становится лучше люди встречаются хорошие потому что вы будете было благодарить потом бога за это да поэтому он будет вам конечно же давать людей таких хороших которые дадут для вас что-то полезное попробуйте для этого можно пойти просто купить красивый такой блокнотик который вам понравится я уже кстати его имею я не покупала девчонкам покупала два блокнотика помню но смотрю что никто им не пользуется я решила это себе забрать вот кондиционер работает балкон открытый вообще ночью как знаете вот воздуха не хватает постоянно вспем с открытым балконом да прям вот невозможно вообще как в закрытом помещении находиться мы и дома так летом спали открывала окно и прям чувствую что не могу спать открывая окно свежий воздух свежий воздух и тогда хорошо спится завтра поле едет парк такой есть аттракционов общем билет 150 евро им со школу или уже билеты то есть мы не платили а сама школа купила билеты детям и не едут но не только наши дети украинцы а я тут все классы будут в общем на этих аттракционах развлекаться он очень знаменитый этот парк тут вот и не знаю да телефон свой не могу чтобы она сняла но там конечно очень шикарно вот я надеюсь что когда-нибудь и мы тоже съездим уже все вместе втроем втроем и там погуляем 50 евро билет на там по моему скидка если 4 человек надо 4 человека тогда можно по 30 чем-то по моему билет входит надо четвертый человек вот я думаю что когда-нибудь это будет дай бог конечно вот что еще вам скажу что еще вам такого скажу так ладно естественно свои не буду раскрывать потому что сама не знаю что будет завтра приезжал красное кресло за это время и и взял у нас вот что нам нужно там или шампунь или так же мы сами все покупали то есть нам это все как бы не привозили об этот раз заполнили и не знаю будет не будет говорят что можно заполнить но этого не дождемся вот так вроде как чуть-чуть нас хоть немножечко как бы вспомнили дай бог конечно чтоб не забыли потому что страшно остаться тут без красного креста пока так что почему вот некоторые говорят там что я не благодарю там вы знаете вы же не знаете благодарю я линия вообще всегда всех благодарю но я тоже благодарю не на камеру и естественно я это все благодарю чтоб никто не видел тоже зачем это надо поэтому надо писать не знаю чей ничего вот что еще ну что ребятушки буду на я закругляться видео будет такой небольшой записать еще про что-то болталку в следующий раз в следующий раз запишу еще что-нибудь ну не знаю нравится вам это или не нравится в общем я так болтаю ни о чем да некоторые рассказывают там отловятся особенно вот эти все политические темы не хочу вообще поднимать и касаться потому что они тяжелые для меня они тяжелые для меня а я как бы не особо хочу разбираться и углубляться и вообще это все не хочу чтобы мой канал касался даже вот этой вот системы так как она для меня очень нелегкая все давайте мои хорошие ребятки вы наверное многие хотите узнать про серёжу там как серёжа что серёжа где серёжа пока не могу вам ничего про серёжу рассказать попросил попросил пока не буду рассказывать вы мне уж простите но вы обязательно все узнаете обязательно я сниму видео вот все с лунгой тоже все хорошо и будем прощаться закругляться подписывайтесь кто не подписался я знаю что смотрят где-то на две на три тысячи больше людей но почему-то подписываться не хотят у них свои причины потому что у каждой к этому всему относится по-своему я тоже понимаю поэтому подписывайтесь не стесняйтесь все всем пока